Добрый день, я Таня Давыдова, понятный психолог. И сейчас вы увидите один из вебинаров, который я проводила. Это будет некоторое такое жировое общение. И было порядка 55 встреч, порядка 2000 участников. Каждый раз приходили люди, и категория обычно это от 20 до 55 лет. Я в каждом вебинаре в этом постаралась вложить самое ценное, самое главное. Про отношения есть часть вебинаров, есть про успех, про личную эффективность, про любовь к себе, про то, как понять себя, как найти собственный путь. И каждый через это видео может найти что-то для себя. Если эта тема отозвалась у вас, тема вебинара, то предлагаю вам досмотреть до конца. Я верю, что вы найдете что-то очень полезное в том, что я говорю, то в тех примерах, которые я привожу. Ваши вопросы, комментарии, которые будут возникать по походу этого видео, пишите, пожалуйста, под ним, и я с радостью отвечу. Сегодня мы с вами поговорим про списки целей и почему они не всегда работают. Сразу мне важно оговориться, что я совершенно не против списков целей. Я их сама пишу. И у меня нет совершенно задачи раскритиковать их. Мы сегодня поговорим с вами о том, почему иногда они не вполне работают, не так сильно, как могли бы работать. И самое главное, что нам сделать для того, чтобы все наши планы и цели, которые мы себе зафиксировали, и, может быть, они у нас еще на уровне размышлений только, и мы их не записали себе. Как сделать так, чтобы они переходили от записей в нашу жизнь? Как сделать так, чтобы они трансформировались в реальные плоды? Потому что, в принципе, любая цель призвана на мать плод. То есть это какое-то конкретное воплощение ее в жизни. Будь то вес, площадь, достижения какие-то, все что угодно. Даже отношения, все что угодно. И поэтому, собственно говоря, сегодня поговорим о том, как же нам с вами сделать так, чтобы наши списки работали. Хорошо. В силу того, что я коуч, а коуч – это такой специалист по задаванию вопросов, да, и в формате кофе с коучем я больше говорю, чем слушаю, хотя, на самом деле, коуч работает больше слушать, чем, говорит, процентов 90. Вот. Но ответы на вопросы, они позволяют, а, структурировать опыт, они позволяют вам самим прояснять вашу реальность и прояснять ваши мысли. Да, поэтому, собственно говоря, я вам сейчас позадаю вопросы, да, и они, собственно говоря, дадут мне вот информацию про вас чуть-чуть более полную, да, а вам про вашу реальность. Пишите ли вы цели вообще, да, вот есть ли у вас такое, да, вот мы сегодня с темой, почему списки целей не работают. Пишите ли вы цели с списками, именно пишите, да, то есть мы сейчас говорим, записываете ли вы их, записываете в основном, да. Это, на самом деле, очень важно, важно цели писать, они должны быть зафиксированы, потому что наша голова, она может в ежедневник. Ага, отлично, хорошо. Второй вопрос. Как часто вы их пишете, да, вот иногда, вот редко, это пока не очень измеримо для меня, это раз в год, раз в неделю, раз в месяц. А куда вы их пишете? Вот если, допустим, вы их пишете раз в год, да, где они у вас? Какая-то папочка у вас специальная, я не знаю, куда вы, вот как бы, где они у вас, да, вы куда-то их в тетрадки специальные написали, положили, да, вот как бы, где они у вас лежат? Где-то вот рядом с вами, или как-то вы их пишете и откладываете. Как у вас вот это вот происходит? Ага, в ежедневник. Ментальная карта на стене, у нас прямо сегодня продвинутая какая-то альтернатория. То есть у вас все годовые цели в ежедневниках, правильно, да? То есть то, с чем вы ходите, у вас там написаны ваши годовые цели. Прекрасно. А сколько у вас их обычно? Ну, прям просто порядок цифр вообще-то. Две, двадцать две, тридцать две, четыре. У кого, а сколько, каков ваш список? Давайте вот так вот сейчас примерно оценим процент исполтнения. Да, вот как бы вы сами, так, положа руку на сердце, да, вот сказали, что мои цели в основном там на двадцать процентов. Ну, вот если мы говорим про год, да, вот вы пишете на год цели, да? Вот, ну, по прошлому опыту, на насколько они у вас процентов исполняются? Там, сорок процентов, девяносто, сто процентов, да? То есть исполненная цель, это когда вот она у вас написана в каком-то варианте, да? И, в принципе, к концу года. Так, Оксана, у вас одна, да, на тридцать процентов. Ага, у кого девять у нас, так, да, тридцать процентов, тридцать процентов. Ага, то есть восемь процентов у нас вот один, который самый высокий, да? В основном где-то, так понимаешь, где-то со сорок у нас, да? Вот какая-то такая вырисовывать цифры в сорок процентов, да? То есть чуть меньше половины. Ну, первое, то, что я вам сказать хочу, вы уже, на самом деле, вот исключительные люди, что вы пишете свои цели, это очень хорошая новость. Потому что не все их пишут. Вторая замечательная новость, вы их пишете в ежедневник, где можете их видеть. Потом я, наверное, все-таки верю, что вы их просматриваете, да? Еще, пожалуйста, у меня вот последний вопрос. С какой периодичностью просматриваете цели? Вот вы их написали в ежедневник, у кого девять, у кого двадцать, у кого одна. Как часто вообще вы к ним обращаетесь, что, ой, а в ежедневнике-то у меня цели прописаны. Как часто в уме, как просматриваете часто? В уме как бы это одно. А вот как, вот знаете, просто раз, ага, точно. Конечно, если она вот одна, то это да, просто. Если, конечно, 30, ага, редко. Вот давайте более конкретно, что редко вообще непонятно. Когда грустно. Ну вот, как у вас периодически, смотрите, все-таки любая цель, и все как бы требует некоторой конкретики. Вот редко и че-же ясно, кому-то, понимаете, вот редко это вот раз в день, а кому-то редко раз в год. У вас это примерно как? Ну, как бы такой какой-то раз в месяц, раз в месяц два, раз в месяц, раз в неделю, раз в день, ага. Так. Хорошо, прям, тенденцию выявить, но сейчас сложно. Ага. Так, раз в день, раз в месяц, редко. Редко, не очень, ага. Когда грустно, вспоминаю, для чего все дело. Ага. Интересно. Хорошо. Спасибо вам большое, да. Буду говорить как раз уже ближе к концу про то, что, на самом деле, очень хорошая новость, что у вас есть где-то, где вы, где они у вас всегда в доступе. Это тоже очень важно, потому что многие люди, у меня даже такие клиенты есть, которые пишут свои цели, куда-то кладут этот сток, и он где-то живет своей жизнью вообще, прям, живет своей жизнью, да. А через год они его там открывают, говорят, ой, ба, у меня цели были. Или там, эх, как жалко, что так и не вспомнилось, да. А на самом деле, вот если говорить про тщательность планирования и про то, как мы вживаемся в это, как мы это представляем, то на самом деле грустно, потому что люди часто, тщательнее планируют отпуск, чем в свою жизнь. И, знаете, мне было важно поговорить, как вам кажется, а почему? Почему? Вот я знаю, допустим, когда человек едет в отпуск, он продумывает, как, когда, почему именно куда, а что я там буду делать, а с кем. Знакомо вам планирование отпуска, да? Вот люди очень тщательно планируют отпуск. И вот как-то предвкушают его, да, и вот готовятся к нему, да, и там продумывают, потому что и не так много времени, да, вот там сколько там, две недели, может, десять дней, да. И вот хочется выйти там в это время, что-то очень многое такое успеть. Как вам кажется, вот есть какая-то версия, почему часто такое бывает, что мы планируем отпуска или выходные какие-то тщательнее, чем все оставшееся время наше? Какие есть просто вот версии? Я вот, знаете, у меня, допустим, есть такое утащение, что, и, собственно говоря, мы сейчас как раз переходим, почему не всегда работают списки целей. Это на самом деле еще связано с тем, ну, то, что вот вы пишете, это правильно на самом деле. Есть предвкушение, да, то есть как бы, и на самом деле еще есть какая-то штука. Отпуск в нашем опыте был, то есть мы планируем, в принципе, знакомую вещь, согласны, да? Нам было приятно, там было удовольствие, у нас по этому поводу есть предвкушение, там, ожидание, да? И, в принципе, мы планируем знакомую себе вещь, вот. А наши цели, особенно когда они такие, знаете, какие-то вот, ну, амбициозные, да, и те цели, которые действительно связаны с изменением, с трансформацией, они, как правило, связаны с чем-то неизвестным нам, да? То есть мы хотим чего-то, чего мы еще пока и не знаем, да? Потому что если мы все время хотим того, что мы знаем, то, что у нас было в опыте, то у нас развития никакого не происходит, да? То есть мы будем иметь ровно то, что мы имели там вчера, позавчера, там, и год назад. Согласны со мной? И поэтому получается, что отпуск мы планируем, как некоторые понятные, приятные, классные вещи. Наша голова там была, наше тело там было, да, и мы, собственно говоря, да. А по поводу, понимаете ли, запланируешь себе какую-то цель, вот Елена пишет, да, а потом раз там, а вдруг не исполнится. Огорчусь. И получается, что на самом деле в силу того, что мы не всегда верим в свои силы, не всегда верим в то, что это возможно, да, а вот опасаемся, там, какие-либо разочарования, мы, собственно говоря, иногда важные вещи для себя и не планируем. Да, потому что, собственно говоря, ну, как-то полагаемся на случай. И получается, да, что, собственно говоря, самые важные вещи, они иногда не запланированы. Но все-таки, если, значит, мы планируем, да, все-таки мы взяли, значит, взяли, значит, планировать. Вот обычно, ну, вот очень часто, да, списочек вот так вот выглядит. Если вот по-английски читаете, то вот увидите, да. Это такая резолюция на Новый год. Люди очень любят писать именно цели на Новый год. Как будто бы вот именно Новый год, он что-то сильно изменит. Хотя год, на самом деле, может быть и календарный, и с осени до осени, и с дня рождения до дня рождения. Давайте посмотрим, что здесь написано, да, значит, похудеть, больше вот упражнений физических, да, пить больше воды, меньше курить, да, там перестать курить, раньше ложиться спать, меньше пить, вот оплодить, там, оплодить кредит, позвонить себе маме, и всякое такое. Вот знакомые такие вот, ну, как бы, вещи. Я думаю, что, как бы, наверное, периодически каждый из нас какие-то вещи такие вот обещает. Всё, а, под ёлочкой ждём, поняла. А, знаете, есть такое грустное такое-то самое, про то, что люди ждут своей жизни две вещи. Санта-Клауса и смерть. Вторая приходит раньше. Грустная шутка, но в том смысле, что если, да, полагаться на случай... А, вот ещё, кстати, какая вещь. А, вот изучение из английского языка, да-да-да, сейчас об этом расскажу. Ещё иногда мы не планируем важные вещи в своей жизни. Почему? Потому что нам кажется, что это не от нас зависит вообще. Что как-то обстоятельства должны сложиться. Это тоже правда на самом деле. Но и мы что-то как-то должны быть в каком-то состоянии, чтобы эти обстоятельства привлечь в свою жизнь, да, или воспользоваться той возможностью, которая нам предоставляется. Так вот, и вот такие цели. Значит, здесь есть несколько вот ошибок вот в этих целях. Видите ли вы какую-нибудь? Ну, вот как бы какая прям бросается, может быть, в глаза. Вот что здесь, вот в чём здесь ошибка есть? Ну, я бы сказала, что их тут и не одна. Да, вот ошибка. То есть вот эти цели не вот тут исполнятся. Они так написаны, что... В общем, это ни о чём вообще. Просто ни о чём. Это, знаете, такие пожелания в воздух, знаете. Хорошо бы завтра погода хорошая. Это то же самое. Вот написано ровно то же самое. Да. Конкретики вообще никакой нет. Сейчас очень нужно... Давайте. Да, они... Да, но тут сроками написано, типа, вот на Новый год. Видимо, в течение года вот это пишется. Потому что называется Universe Resolutions. Да, вот. Да, но... Да, ну, да, ну. Нет никакой конкретики вообще. То есть похудеть. Что такое похудеть? Это на сколько? Это на килограмм или 15 килограмм, да? А если просто, там, не знаю, перейдёт шаровая ткань в массу, например, я влезу в своё платье, в которое я вот раньше не лезу. Это я похудела или нет? Да? Пить больше воды. Насколько больше воды? То есть что-то купить? То есть я вот взяла вот так вот раз больше воды. Ну, в принципе, наверное, больше пью воды. Нету никакого измерения вообще. Вот раньше ложиться спать. В какой теопазон? Может быть, на полчаса раньше, чем в том году, вот, или что-ли в 9 или в 12, да? То есть совершенно непонятно, да? То есть вот когда у нас такие цели, это, знаете, я бы сказала, это такая ещё... Это просто такой вектор, что ли, да? Так, вектор, куда мы хотели бы развиваться, но в конкретную цель это не перешло ещё вообще, да? Это просто некоторые пожелания такое, да? Поэтому такие штуки не срабатывают. Потому что если вы хотите, вот вы пишите, да, что вы как раз в еженедельник всё пишите, если вы себе хотите напоминание какое-то поставить, например, да, или когда ваши годовые цели бьются на месячные, а потом бьются на недельные и доходят до каждого дня, то это что-то конкретное в расписании, понимаете, должно у вас. Иначе это не очень понятно. Допустим, у меня тоже такая стиль, вектор, да, чтобы пить больше воды. Я себе вот определила, что это там 3 стакана в день. И они у меня всегда, когда ведут консультацию или вот кофе с кучей, да, я прямо сейчас ставлю стакан, ставлю воду, да, я знаю, что, значит, мне нужно за одну консультацию с клетом выпить стакан воды. Там, за кофе с кучей тоже, да. То есть это когда у вас что-то такое конкретно вот измеряется и доходит до ежедневного какого-то вашего вот использования. А тут как бы, ну, просто, да, такие пожелания к антимопорозу. Второе, то, что вот вы говорили, на самом деле это критично важная вещь, потому что есть люди, которые достаточно конкретно и чучетко, такие особенно, кто, может быть, в корпорациях работают, там просто учат смартовать цели, да, сделать по смарту. И там обязательно есть М, когда это вот измеримость. И все, в принципе, можно вот это измерить, даже вот отношения, как вы узнаете, что у вас улучшились отношения. Всегда это какие-то вот эти индикаторы, да. То есть всегда, если вы спросите себе, а как я узнаю, что это произошло, возникнет некий вот ответ такой. Так вот, а второе, что, собственно говоря, там чего нету, ну, и предполагается, что, собственно говоря, обычно, когда мы прописываем цель, мы, может быть, это и не пишем, но вот имеем в виду. Что, смотрите, как бы есть два аспекта в целях. Первый, да, это как бы из логики. Вот мы понимаем, допустим, да, вот про английский был вопрос, что надо бы мне улучшить английский. Это как бы такая вот цель из логики нашей, да. И мы ее можем прописать себе. Иногда эти цели исходят из нас. Иногда они просто социально навязаны. Ну, то есть, допустим, каждый уважающий себя человек должен английский знать, допустим, да. Это не, как бы, скажи, такой некий стандарт внешний. И пока вы не ответите себе на вопрос, а что стоит для меня за целью, за этой? А почему она для меня важна? А почему этот английский сейчас мне актуален? И почему он вообще мне так актуален? Что лично я получу, реализовав данную цель? Вот эта девушка, да, которая вот там ест яблоки, она как раз олицетворяет, вот, собственно говоря, этот уровень чувств и уровень ощущений, и уровень понимания, что я получу, когда я реализую данную цель. И у женщин особенно, да, если вот мужчинам еще чуть-чуть проще, да, там вот именно жить в мире там цифр и фактов, то женщине обязательно нужно получить, как бы, такой чувство, опыт этого, да. И вот если возвращаться к этому, к этой истории про отпуск, да, мы его так планируем тщательно, потому что мы помним его, какой он был, мы хотим повторить это. И поэтому рекомендация моя такая, да, и, собственно говоря, когда мы говорим, почему же списки целей не всегда работают, обычно в ней не учтен вот этот вот компонент. про то, что лично я получу за это, какое оно будет, и попредставлять себя с этим. Вот прям представьте себе, да, что вот вы получили вот эту цель, вот вы выучили этот английский, и что, что конкретно это вам даст, что в вашей жизни изменится в связи с этим. Это должно быть что-то вам очень понятное на уровне смысла такого, да, как бы к чему это приведет вас. Потому что если это как бы некий такой, понимаете, как бы, ну, социальный штамп, то он не дает энергии в ваш мозг и не может понять, зачем дойти. Особенно если эта цель ваша новая, да, то особенно важно, особенно важно как раз визуализировать вот эту цель, прожить ее как некий реальный опыт. Как бы, да, если это будет делать самостоятельно, вам надо будет обязательно увидеть себя там, что за целью за этой, понимаете, вот вы ее достигли, и что там, какая вы там, что это вам даст, прям это как бы прожить, знаете, как вот платье такое новое одеть и почувствовать его, и понять, и как будто бы это вот уже оно у вас с вами. Вот. И, собственно говоря, вот это вот все, вот этот образ, да, вот и калаш, и вообще вот эта вот работа с целью, оно как раз дает то, что мы вживляем вашу цель, да, в вашу текущую жизнь. Когда вы понимаете, какая она, что она, и на самом деле тут вот то, что вы мне писали, что вы просматриваете ваши цели, да, они у вас в ежедневниках, это очень классно на самом деле. И очень здорово, если вы будете хотя бы раз в неделю просто прочитывать ваши цели. Просто прочитывать, да. По количеству могу сказать, что это зависит, конечно, от масштаба цели, да, то есть их и не может быть очень большое количество, да, то есть 7 плюс минус 2, где-то 5-9 целей на год, да, то есть, ну, это, в принципе, та планка, ну, которую можно вот удерживать. Если их очень-очень-очень много, трудновато, да, если у вас их очень много, вы их можете просто сгруппировать по блокам, да, и, возможно, у вас это будут как бы цели и подзадачки под такие, да, какие-то вот действия, которые вы совершаете, потому что, конечно, все-таки голова наша, ну, мы не можем вот удержать очень большое количество. Поэтому в любом случае имеет смысл их просматривать, да, и еще очень классная вещь такая, наблюдать, что вот из этого я вообще делаю, да, вот как-то иду я вообще в эту сторону, и нет. Это если в течение, там, трех недель, четырех недель вы вот отвечаете себе, что ничего вы про это вот и не делаете, может быть, имеет смысл узнать, ну, иметь такой честный разговор с самой собой, а ваша ли это цель на самом деле, или, может быть, там, это ваша мама хочет, или ваш муж хочет, или по телевизору об этом говорят, и вам вроде как тоже это нужно, да, потому что если внутренней вот этого вот огня нету, то, собственно говоря, вот так ничего-то и не получится. А если все-таки вы понимаете, что это ваша цель, просто вы не верите в свои силы, да, и она для вас какая-то очень такая отдаленная, тогда как раз ее нужно вживить, ее нужно визуализировать, ее нужно прожить, ее нужно понять, какая там ваша выгода, да, чтобы она для вас стала вкусной такой. Да, кстати, вот их можно вешать куда угодно, главное, чтобы вы к ним обращались, да, если вы к владельникам, именно будете там просматривать их, да, потому что вы же, как обычно, раз и взяли что-то, да, вам нужно такое место, где вы сможете их попросматривать, и какой-то ритуал можете вести, когда вы это будете, допустим, в пятницу, когда я там еду после работы, я вот их просматриваю, или в понедельник в промежутке, когда собрание, например, по происходу, я это тоже делаю, да, то есть надо просто понять, когда вы это будете делать, и просто вспоминать о них. Вот, вопросы ко мне, пожалуйста, если какие-то у вас остались, какие-то, не знаю, что-то такое, какие-то вот уточняющие по поводу того, почему списки и не очень работают, и как нам делать, чтобы они более действительны. Их нужно сконкретизировать, их нужно и сделать очень большими, не очень маленькими, их нужно вживить себе в расписании и в нашу жизнь, и все это возможно, если мы на самом деле правильно проживем эти цели так, чтобы они были наши родные. Субтитры создавал DimaTorzok